Добрый день! Здравствуйте, уважаемые друзья, блогеры, зрители. Сегодня 8 мая. Блогер из Примисуни КГБ Бессоновский Борисович. Всех поздравляю с наступающим праздником 9 мая. Завтра напишу обращение, поздравления. Спасибо большое, кто меня поддерживает. Работу канала, номер счета я выслал. Пожалуйста, присылайте. Огромное вам благодарность. Спасибо. Друзья мои, вот такая тема сегодня. Сегодня администрация президента и Песков забили тревогу и говорят, что мы не верим, что рейтинг Путина 50% по данным Левадоцентра. Но это по официальным данным, это специальный у них центр, которому они платят деньги. Он, так сказать, публикует им всякие там опросы для публикации в СМИ. Никто ему не верит. Вообще-то, в принципе, это 204 коммерческий подпуск, потому что если вы что-то делаете недобросовестно, то есть, собственно говоря, в основе права лежит принцип добросовестности, то это вот 204, ну, так как, так сказать. А они проводят еще скрытые, скрытые такие рейтинги ФАПСИ проводят, иностранцев привлекают. По ним рейтинг не превышает 20%. Ну, к Леваде относится так же, как к Соловьеву, понимаете. Ну, человек продал, так сказать. Вот, если, собственно говоря, что это значит. Вот, я уже говорил об этом. Ситуация похожа на ту, которая была с выборами 96-го года президента, да. Тогда рейтинг Ельцина был 3%. И там в 95-м. И там было два варианта. Первый вариант это силовой. Собственно, и тогда уже начали вот эту операцию с Чечнёй. Собственно, я вот и пострадал из-за него, когда конфликтовал с руководством с Чеченцами. Ну, рассказал. И вот вариант с Чечнёй. То есть смысл-то варианта в чем был. А сегодня уже открыто говорят, что Дудаев был полковником ГРОМ. И вот его гибель, когда ракета, якобы, попала, там ничего не осталось. Это больше похоже на операцию, спецоперацию по выводу сотрудника груза операции. И на самом деле, я вам хочу сказать, что, ну вот, и второй вариант был, если вы внимательно посмотрите. Ну, от первого варианта отказались, потому что, ну, это уж совсем, так сказать, да. Какой был вариант? Война в Чечне, чечное положение и так далее. И второй был вариант, если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что Геннадий Андреевич Зюганов стал ПСЭГом ЦК КПРФ, возглавил КПРФ в январе 1995 года, накануне выборов в Государственную Думу и накануне выборов Президента. Рейтинг, если мы говорим, 3%. Да, тогда Купцов был первым секретарем. И Зюганов до этого был, я уже рассказывал вам, он возглавил штаб Рыжкова. И Рыжков набирал тогда 17%, выиграл Ельцин. И, ну, я уже говорил об этом, повторю, что на самом-то деле, никакого, никакой альтернативы вариантов реформ не было никаких, да. Реформы Косагина-Либермана остановил Ельцин, этот Брежнев. Но проблема Брежнева была в том, что никакие альтернативные реформы он не предлагал. Он выгл в косяки, как узлы, которые накрутил Хрущев, выравнивал, да. И, собственно говоря, вот последний этап реформ Косыгинских, он-то подразумевал введение в стране приватизации и так далее. И, в общем-то, в 1981 году уже Брежнев снова собрал эту комиссию Косыгина, Косыгинских реформ, и Горбачев ее только подхватил. И, по сути дела, Горбачев, собственно, эти реформы и реализовывал. И, на самом деле, вот первичное накопление капитала, оно состоялось при Рыжкове. Помните, когда кооперативы создавали, я говорил об этом. Поэтому никаких там альтернатив не было, что Ельцин, что Рыжков, все равно реформы были такие. Так вот, Гзюганов был начальником штаба. В 1995 году он возглавляет КПРФ. КПРФ в декабре побеждает на выборах. И потом выборы президента, и Ельцин побеждает во втором туре. И в 1995 году, в 1996 году, к Зюганову относились, как и в Америке, и везде в мире, как к следующему президенту. Приглашали на все форумы. Но они не понимали, что Ельцин не такой был глупый мужик. Он очень хитрый. Это хитрый, что касалось власти. Извородливый. Он на вид был пинчугой и так далее. На самом деле, его окружения были люди очень извращенные. Поэтому, вот вариант второй Зюганова. И он и так далее. Ну, а дальше Купцов помалкал. Почему? Если бы он с Купцом, у него нигде аналога не было. Потому что у того был все-таки такой упертый коммунист. И, в принципе, он там такой был действительно порядочный мужик. Но он понимал, что если он дернется, его просто авария будет, попадет под машину и все. Значит, следующий вариант. Это вот я думаю, что у Путин такой же, что-то типа вот этого варианта, так сказать, и сделает. Тем более, что уже все это отработано и так далее. Но его рейтинг уже осенью будет 10%, не более. И катастрофа неизбежна. Он появляется в Платошке. Ну, вот я в свое время связывал, конечно, себя с группой Илюхина-Иландовича. Но он умер в 1991 году. Помните, провел и так далее. Ну, там тоже не так, чтобы просто было. Так сказать, под Примаковым он работал. И блок мы свой создавали в 1999 году. Сталинский блок под Примакова. И я-то, понимаете, по наивности своей, так сказать, ну, не то, что по наивности. Я думал, что я такой умный, все же читал. Я в 1996-1995 году ушел с криками, с шумом, ушел к Зюганову. Ну, там было очевидно, что Зюганов побеждает. То есть, понятно было, что он побеждает. Это команда Ильцина, сейчас садится с Ками подсудимым. Ну, я был наивный и за это поплатился. И так далее. Ну, дело не ваше. И я вам хочу сказать, что... И вот Патошкин, ну, не знаю, чья команда, но, примерно, призывает представить искреннего, порядочного человека. Но он не понимает одного, когда он, вот, недавно было интервью с Тетешкиным, на радио Авроры, он кричит просто Зюганову в команде. Ну, вы что-то уж делаете. Ну, нельзя же, вы правительство обещали создать и так далее. А я хочу сказать Николаю Николаевичу Патошкину. А с чего вы взяли, что он ничего не делает? Он, в общем-то, делает и, мягко говоря, очень, так сказать, грамотно, как в шахматы играет и так далее. То есть, на самом деле, ситуация намного хуже, чем мы представляем в сравнении с оппозицией. Ну, посмотрим. Вот Патошкин, может быть, бьется, пытается. Ну, Илюхин тоже витриманч пытался. Ну, чем закончил он, видел. Поэтому, когда, например, заказывается вопрос касается власти, то никакого права там нет. Там игра начинается без правил. Поэтому, да, поэтому вот такая ситуация. Но, тем не менее, рейтинг идет вниз, вниз-вниз. Ничем уже остановить не может. Ну, а Зюганов не хочет брать. Прямо для этого он поставленный. Спасибо, Ваш Бессон Сиборевич. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...